Владельцы квартир в доме Пашевченко 288Б на личном приеме главы уверяют, газа нет полгода, а вместе с ним и горячей воды. Спасают электрокотлы и электропечи, но проводка едва справляется с нагрузками. Обивали пороги различных инстанций. Безрезультатно. Мы в Бахниной хотели на прием попасть. Вот вместе доложили ей в авторник. А она отказалась на это думать. Сказали, на другой момент, говорю, к вам прием, когда захотите. И когда приемный день не принимает, неприемный день тоже не принимает. Мы говорим, Сергей Павлович идет на прием. И Бузуновой на приеме. К главному инженеру пошли. Бузунова обещала ей под Потапов, то есть помощник его, что газ будет даскать. А он мне не докладывал. Главный инженер говорит, Дроздовый. А я ничего не знаю. Это говорит не совещание было. Это говорит прием по личным вопросам. Что дальше? Застройщик тоже не стремится объясниться с людьми. Хотя и обещает в течение двух недель оформить документы на поставку голубого топлива. Сейчас вызывайте Симоняна. Ничего слышать не хочу. Езжайте к ним во двор и рассказывайте, когда будет газ. Вызывайте туда Барклину, кого хотите. Они что, заберут тут тоже? В заключении государственной строительной экспертизы все технические условия выполнены. По градостроительному кодексу этот документ – основание для того, чтобы ввести дом в эксплуатацию. Вы проверили это заключение госэкспертизы? Сейчас мне найдите его, записывайте. По вот этому долгу. Исправку о выполнении технических условий. Если таковых документов нет, Владимир Ильич, у меня вопрос. Почему вы подписали? Если таковые документы есть, сейчас Костенко подключаете исковое заявление в суд. Вот. И в прокуратуру, что в отношении нас совершены мошеннические действия. Запросите тот, кто вам написал с госэкспертизы. Есть ли чья-то закорючка? Запросите. Писали вы? Напишите. Писали. Тогда, если вы писали это заключение, поехали с нами во двор и покажите, где газ. Поручение главы выехать на место и дать людям разъяснение службы выполнили сегодня вечером. В нашем следующем выпуске мы продолжим тему. Там дышим, я знаю.